Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен многофункциональной новинке от Xiaomi Nextool 5 в 1. Модель называется NE20236. Данный гаджет предусмотрен для отдыха на природе, давайте с ним разбираться. Устройство приезжает в фирменной упаковке, в комплекте с силиконовым ремешком для переноски, зарядным кабелем Type-C и инструкцией на английском и китайских языках. Корпус гаджета имеет компактные размеры 126х50х40 мм, выполнен из прочного ABC-пластика, степень защиты от воды по стандарту IPX4, то есть защищен от водяных брызг, весит 127 грамм. Включает в себя 5 функций, начнем с первой. Это фонарик с двумя режимами работы, включается коротким нажатием нижней кнопки. Первый режим яркостью 100 люмен, на этом режиме фонарь проработает 4 часа, светит на расстоянии до 65 метров. Режимы переключаются однократким коротким нажатием. Второй режим яркостью 15 люмен, расстояние 28 метров, проработает в этом режиме до 13 часов. Честно сказать, не понимаю, почему все фонари NX Tool включаются на максимальном режиме, а потом более тусклом. Считаю, что лучше бы сделали наоборот, включение с тусклого, переходящего на более яркий режим. Вторая функция данного гаджета NX Tool – это FM-рация 64 по 108 волну. Антенны, как обычно, расположены сверху. Включается рация продолжительным нажатием. Верхняя и нижняя кнопка отвечают за смену волны. Поиск волны происходит только автоматически. Боковые кнопки отвечают за громкость. Максимальная громкость не указана, но я думаю, она соответствует максимальной громкости следующей функции. А следующая функция данного устройства – это шумовая сигнализация громкостью 90 дБ. Активируется продолжительным зажатием нижней кнопки. Отключается таким же способом. Предназначена для того, чтобы дезориентировать какого-нибудь грабителя или медведя. Но в данной сигнализации есть минус. Она легко может зажаться у вас в рюкзаке и напугать людей рядом. Мне уже писали в комментариях, что есть один персонаж, который с утра включает радио и кладет данный гаджет в карман. А потом нажирается и где-нибудь падает, сжимая эту кнопку и спокойно себе спит со включенной сигнализацией. Четвертая функция нашего героя – это внешний аккумулятор емкостью 950 мАч и мощностью 5 Вт. Для этого предусмотрен порт USB под резиновой заглушкой и зарядный кабель из комплекта. Телефон заряжает нормально. Данной емкостью аккумулятора хватит на зарядку 20% стандартного смартфона. Кстати, в нижней кнопке прячется индикатор заряда. Здесь все стандартно. Горит зеленый – все ок. Красный – пора подзарядить. Ну и последняя функция данного устройства – это ручной генератор энергии. На мой взгляд, очень полезная функция для похода. Зарядить телефон, конечно, будет проблематично, но, по крайней мере, реанимировать его можно. А для использования фонарик или радио данного генератора вполне хватит. Эта функция действительно может вас выручить, если вы потеряетесь в лесу. А на этом функционал данного гаджета Xiaomi NX10 закончен, и можно сделать выводы. Минусы данного устройства, на мой взгляд, – это режим работы фонаря с яркого на тусклый, не совсем удобное расположение кнопки сигнализации, может зажаться в портфеле, но и, мне кажется, помимо силиконового ремешка из комплекта, не хватает клипса для крепления. А вообще, классный получился гаджет. Ничего в нем инновационного, конечно, нет, но это действительно полезный предмет, например, для рыбалки, похода или какой-нибудь велопрогулки. В отличие от аналогов, с функцией пауэрбанка имеет компактный размер и относительно небольшой вес – 127 грамм. А ручной генератор будет просто необходим, если вы забудетесь в ночном лесу с разряженным телефоном. На этом мой обзор гаджета Xiaomi NX10 NE2236 закончен. Если видео понравилось, подписывайтесь на мой канал, обзоров будет много. До встречи через неделю.